Здравствуйте, Алла. Рад вас видеть у нас в гостях. Мы толком даже не поняли сегодня, кто у кого берет интервью, если честно. Потому что мы решили поговорить, вот модель и педиатр решили обсудить. У меня куча вопросов к моделям, у модели куча вопросов к педиатру. И давай, поскольку инициатива была ваша, вам и начинать, Алла. Я очень много работаю с подростками, и есть какие-то моменты, где мне сложно с ними коммуницировать, потому что модельная индустрия, она очень специфическая, это очень несправедливый бизнес, потому что кому-то от природы дается внешность одна, кому-то другая, метаболизм. Ну и в принципе, вы наверняка видели, что модели зачастую высокие и худые. Потом появляются какие-то женщины плюс сайз, и у девочек, соответственно, возникает вопрос, если она может, почему я не могу. Что так можно было. Да, да, и какой-то вот этой золотой середины нет. Наверное, вопросы, которые меня больше всего интересуют, это коммуникация по поводу питания, потому что я часто слышу от юных девочек, что они ограничивают себя в еде, что они не едят какие-то категории продуктов, там мясо или рыбу. И мы с нутрициологами пытаемся до них донести, что для нормального здоровья, развития, роста, красоты, волос, все то, о чем мечтают девочки, это очень необходимо. Ну и второй вопрос, который бы я хотела сегодня обсудить, наверное, это осанка, потому что когда я... Жду и осанку, сразу хочется заснуть. Да, я тоже расправилась. Я иногда преподаю дефиле, и я... Одно из упражнений, которые мы делаем, я показываю девочкам, как правильно держать осанку на подиуме. То есть не нельзя отводить плечи назад, это плечи опущены вниз и расслаблены, а расправляемся мы именно в позвоночнике между лопаток. И я иду вдоль ряда, и я провожу руками по позвоночнику, чтобы помочь им расслабиться. Каждая вторая в возрасте 14 лет не может расправить уже спину. То есть у нее уже так сформировалась фигура, что она просто не может до конца выровнять позвоночник. То есть мы уже должны не учить, а переучивать практически. Точно, точно. На самом деле я вам должен сказать, что когда мы обсуждаем тему модельного бизнеса, первое, что приходит на ум, вот лично мне, это ассоциации с таким замечательным видом спорта, как баскетбол. Ну это совершенно очевидно. Но не каждому дано статую играть в баскетбол может любой. Добиться результатов, тебе надо, чтобы тебя боженька поцеловал в макушку, но прежде всего тебе должен быть рост нормальный, это первое. Да, мы можем привести отдельные примеры, когда человек с ростом метр семьдесят пять играет в высшей лиге баскетболе. Но это исключение. То есть сначала тебе должны поцеловать в макушку боженька и дать тебе определенный набор генетический. А второе, ты должен для этого еще и сам трудиться. Ну вот, собственно говоря, раз. Ну бывает такое, что ты можешь что угодно делать, но у тебя никогда не будет модельной внешности. Ну просто вот не будет и все. Опять-таки, та худоба, которую мы привыкли вкладывать в тот вид модели, она может доставаться человеку нормальной жизнью. Ну вот человек нормально питается, но он худой, да. А другой человек для того, чтобы добиться этой худобы, должен с утра до ночи себя во всем ограничивать. Но если вам для того, чтобы быть таким худым, надо себя во всем ограничивать, то значит это вот вас боженька не поцеловал. Это не ваш бизнес. То есть если надо стать вот такой, как вы себя видите, ценой здоровья, а ведь когда вы недополучаете энергии, вы недополучаете всего, вы не можете иметь нормальное питание кожи, волос и так далее. Ну вот главное внушить это. Ребята, на самом деле играть в баскетбол, быть красивой, быть привлекательной, понимать, что у каждой внешности есть огромное количество своих ценителей, предлагать альтернативу. Вы правы в том, что очень у многих девочек есть вот этот стереотип, что я вся замкнута, я не уверена в себе, я там полненькая, но я хочу стать моделью, потому что для них это какой-то как звездочка, как ориентир, к которому они идут. А осознать, что сначала ты должна стать классной, харизматичной, раскованной, уверенной в себе, научиться красиво двигаться, а потом, возможно, у тебя появится шанс стать моделью, к сожалению, не все это осознают. Вот, и зачастую они приходят именно за вот этой вот уверенностью и, ну, за что любят модели, да, за то, что они... А за что любят модели? За харизму, за уверенность, за то, что у них есть определенная дерзость, которой, мне кажется, многим не хватает, за то, что они становятся иконами стиля, поведения и очень часто задают какие-то даже культурно-социальные тренды, мне кажется. Почему, объясните мне, вот для меня это всегда было вот вопросом, ну, таким, который меня вот в глубине души волновал. Смотрите, мы все время сейчас, особенно вот в 21 веке, да, все время общество демонстрирует, проявляет условия, такое слово, как толерантность. Оно иногда уже начинает бис, если честно, да. Ну, это, то есть, мы все одинаковые, нам, что бы там ни произошло, нас все это устраивает, да, если это на мои права никак, на мое существование не посягает, делайте, что хотите, допустим, да. Почему мы создаем некий стандартный канон красоты? Давайте представим себе, ведь есть же, ну, миллионы женщин, миллионы женщин, вообще не модельные, вообще, да. Это маленькие женщины, не высокого роста, с большой грудью, да, но на таких женщин есть огромное количество мужчин, которые на них смотрят и облизываются. Я, мне лично, вот, может, вы мне, это просто вопрос, который я все время хотел задать. Почему неинтересно вот на таких женщин смотреть? Ведь огромному же количеству людей, которые потенциально хотят видеть таких женщин на сцене, почему для них не работает это вот направление? Почему мы зациклились на таком образе? Это вопрос очень логичный, отчасти это связано с нашим визуальным восприятием, человеку намного комфортнее видеть силуэт, который более высокий и утонченный на подиуме. Если говорить о генетике, о генетике, о том, к чему, вот я вам сейчас говорю, это абсолютно 100%, с точки зрения биологии, генетики, мужчина выбирает женщину, ориентируясь на первичные половые признаки. Понимаете, на способность женщины к продолжению рода. Женщина с большой грудью и большой попой физиологически с большей степенью вероятности будет продолжительницей рода. То есть, если мы на это, может быть, именно... Проблема в том, что не мужчина является потребителем. Замечательно. Мужчины не покупают одежду, одежду покупают женщины. Так. Согласно своим каким-то определенным представлениям, как они хотят выглядеть. Вот тут главная, одна из главных проблем модельного бизнеса. Да, да. Ну, как бы у нас же были в эпоху Ренессанса, в эпоху, даже если взять... Ну, Рубенцовская женщина. Конечно, конечно. То есть, когда-то эстетика была совершенно другая. Почему именно произошло так, что теперь... Кстати, это отходит уже на второй план. Но почему получилось так, что на подиум выходят модели именно с определенными параметрами. И, кстати, зритель тоже часто ошибается, что это 90-60-90. К сожалению, это даже не так. То есть, это 84-58-88. Да, то есть, даже грудь, девочка с грудью третьего размера, даже при маленьких бедрах, шансы ее ходить на парижском подиуме, они минимальны. Я допускаю, что отчасти это еще связано с тем, что большая часть мужчин, дизайнеров, фотографов, стилистов, которые работают в этой индустрии, они гомосексуальны. Ну, вот это одно из объяснений, возможно, да? Для них... Смотрите, мы абсолютно толерантны. Мы абсолютно толерантны, друзья мои. Вот я... Ну, кстати, вот теперь расскажите мне. Ведь это же, фактически, получается, чуть ли не самое острое противоречие. Девочки хотят в модельный бизнес, потому что так они считают, они будут нравиться мужчинам. Отчасти, да. Да, да. Ну, так же, да. Но в то же время, как вы только что совершенно справедливо сказали, модельный бизнес существует не для мужчин, а для того, чтобы женщины покупали одежду. То есть я хочу нравиться мужчинам, но я пытаюсь выглядеть так, чтобы моя одежда нравилась женщинам. Девочки хотят быть моделями отчасти потому, что им кажется, что таким образом они получают статус. Это еще и статусная история. Просто я... Исходим и следующее. Смотрите, вы же вот пытаетесь как вам разговаривать с девочками, которые хотят быть моделью, да? Они обращаются к вам. И, наверное, этически, с точки зрения даже морали, ваша главная задача, обучая их или вводя их в модельный бизнес, сделать все, чтобы они не испортили себе жизнь и здоровье, да? Чтобы они четко понимали подводные течения, опасности и так далее. Мне почему-то кажется, что я понимаю, что это смешно, Комаровский кого-то вводит в модельный бизнес. Спасибо, Боже, нет. Но если бы я искал какие-то аргументы, я бы всегда... Вот когда у меня спрашивают, я хочу быть педиатром. Вот у меня спрашивают, я хочу быть врачом и не просто врачом. Я хочу быть педиатром. Я всегда первый вопрос. Почему? Вот почему ты хочешь, какая твоя задача? Быть педиатром. Ты любишь детей? Так ты с детьми не будешь общаться, ты будешь общаться с мамами. И так далее. То есть люди очень часто, вот я хочу быть моделью. Почему? Чтобы нравиться мужчинам? Нет, подожди. Чтобы нравиться мужчинам не моделью надо быть, а надо быть умной, ухоженной, красивой по таким-то параметрам, да? Надо быть харизматичной, уметь себя вести, а не представлять из себя шикарный объект, на котором любая одежда будет смотреться. Это же, наверное, иначе, подход другой. Зачем они хотят быть моделями? Как они вам отвечают? Я... То, что они отвечают, я в принципе с ними отчасти согласна. Потому что, во-первых, это профессия, в которой можно во столь юном возрасте заработать деньги. И до сих пор это так. Это правда. Второй момент, это путешествие, кругозор, пожить в разных странах, выучить языки. Я вышла из этой профессии с огромным количеством связей, знакомств. Это действительно путевка в жизни. И многие девочки, которые, допустим, могли бы учиться здесь, заканчивая моделинг, они уезжают и учатся в зарубежных вузах. То есть, это действительно... За свои деньги причем. Конечно, да. Вот, это действительно классная, хорошая профессия. Другой момент, то, что, как вы сказали правильно, в ней очень много подводных камней. И, например, одним из них являются отказы. Количество кастингов, которые делает модель, примерно от 20 кастингов на одну работу. То есть, 19 раз ты слышишь «нет», «Спасибо, вы нам не подходите». И только один раз ты слышишь «да». И когда девочка, опять же, которая подросток, она еще не уверена в себе, она постоянно слышит эти отказы, у нее начинает вырабатываться вот это вот ощущение, что со мной не так. То есть, наверное, еще один момент, который я бы хотела с вами проговорить как с доктором, какие, возможно, там, например, правильные слова вы бы подобрали для формирования вот у столь юных детей самоидентичности, понимания, что я – это я. И даже если я не подхожу, это не со мной что-то не так, а просто не совпадает. А, вот так вот, чуть ли не сейчас одно из трендов педагогики, что не ты плохой, а твой поступок плохой. Понимаете? То есть, не бывает «я тебя не люблю, ты плохой». Нельзя такое говорить, я не люблю, мне не нравится то, что ты бросил кирпич с балкона. Вот это мне не нравится. Ты мне нравишься, ты хороший, но твой поступок плохой. Вот педагоги считают, что это принципиально важно. То есть, послушайте, девочки, когда тебе сказали, что ты вот этому конкретному дизайнеру не подходишь, то это не потому, что ты плохая, а потому, что у этого дизайнера в голове сложился некий образ человека, на котором его одежда должна либо смотреться, либо не смотреться, и именно его одежда на тебе смотреться не будет. Он так придумал. Это не говорит о том, что ты плохая, ты прекрасная. Ну, тут вопрос, на самом деле, это же игра в две стороны. Тут бы хотелось бы и вот этим людям, которые говорят «нет», что-нибудь выложить в голову, что «нет» же можно сказать по-разному. Вы прекрасны, вы обворожители. Но, к сожалению, наша одежда не для такой прекрасной женщины, как мы. Но, к сожалению, они намного жестче в своих высказываниях, когда они отказывают. Одно дело, понимаете дело, одно дело говорить, что нас не устраивает некие ваши профессиональные навыки. Нам не нравится, как вы ходите, к примеру, или как вы смотрите. Но они никогда этого не скажут тоже. Ну, вот поэтому всегда очень важно, чтобы рядом с тобой был человек, который проведет тебя по этому миру, и который действительно сможет сказать, ты не подошла, потому что ты не подошла дизайнеру, ну, по его как бы представлению о красоте, да, или потому, что ты действительно еще не научилась, еще не была слишком скована, ты неправильно улыбалась, ты не туда поставила свою ногу и так далее, и так далее. Ну, вот это, наверное, важно, но тут, скорее, вы профессионал. Как им объяснить это все? Да, я стараюсь с ними работать, просто на своем примере показывать, что все через это проходят, ты не исключение, и что, да, это часть профессии. Просто это игра с большими ставками, либо ты принимаешь ее условия, и, соответственно, тебе нужно тогда пропускать это через себя. Просто давайте подойдем еще с другой стороны. Каждая из девочек, которая пытается зайти в этот бизнес, реально понимает, что она получит в случае победы. Да, но победа, но если вы не победили, то вы все равно многое получите. Ну, да, вот и вот к этому тоже. Да, да, вот ты, тем не менее, научишься тому-то, тому-то, тому-то и так далее. И вот это вот, наверное, надо четко структурировать тому, кто вводит, ну, вам прежде всего, да. Наверняка у вас есть аргументы, что вы можете получить. Вы уже их сегодня озвучили, да? Поговорим еще про питание, потому что это настолько больная тема. У меня есть лагерь, и там приезжают девочки, и родители присылают просто сообщения вот такие. Значит так, моя Маша не ест. И начинается список рыба, мясо, рис, зеленые овощи, помидор. И ты просто понимаешь, что у тебя есть меню здорового, у нас классно простроено здоровое меню на неделю, полноценное. И ты понимаешь, что тебе нужно просто 90% оттуда убрать, чтобы Маша покушала. Первый вопрос, извините, я сразу прибью, чтобы я сразу выяснил. Маша не ест или мы Маше не даем? Это очень большая разница. Маша не ест или мы ей запрещаем? Мы родители запрещаем, понимаете? Это же важно на самом деле. Когда мы родители запрещаем, работать с родителями можно на уровне аргумента, в логике, здравого смысла. Если сама Маша не хочет это есть, потому что она вбила себе в голову, что от мяса у нее будет вот такая попа. Если у тебя от мяса будет такая попа, она без мяса тоже будет такой. Потому что Боженька вложил тебе вот такой гормональный фон, можешь биться головой об стенку. Никуда ты от своей попы не денешься. Но твоя попа, которая тебе не нравится, может понравиться огромному количеству людей. Но тем не менее, я понимаю, что я сейчас не отвечаю на вопросы не про питание. Я понимаю, это другой вопрос немножко. Но в любом случае, если мы набираем кучу народу для того, чтобы учиться, учить их чему-то, и речь идет о профессии, в которой огромное значение имеет именно фигура, внешний вид и так далее, то, вне всякого сомнения, мы вынуждены говорить о том, что такое хоро, что такое плохо в питании. Вне всякого сомнения. И, наверное, есть нормальные принципы разнообразного питания, их связь с двигательной активностью. Есть в принципе то, что вы, наверное, не будете по-любому всовывать ваших девочек. Вы не будете давать им, условно говоря, быстрые углеводы. Но об этом же в голову не придется. Все правильно. Вы все равно будете делать акцент на овощи и фрукты. По-любому. Я бы спросил так, ты на сколько собираешься быть моделью? Вот сколько? Ты год собираешься быть моделью? Ну, хорошо, если ты не будешь получать качественный белок. Насколько хватит твоей кожи? Да. Твоих суставов? Как вообще ты собираешься расти? Да, тебе, ну тебе сейчас 14, в тебе метр 60. Я смотрю на твою маму, на твоего папу, скорее всего, до 170-180 ты можешь дорасти. У тебя реальные шансы, у тебя высокие родители. Как ты можешь реализовать свою генетику, если твой организм не получает качественный белок? Что-то вдруг приключилась из тебя вегетарианка, из каких это пор и так далее, и так далее. Ну, это же вообще отдельная тема, вегетарианство тоже. И так далее. Много у вас таких? Большой процент, да. И я думаю, что это, наверное, отчасти веяние моды. Ну, действительно приезжают девочки в юном возрасте, которые не едят мясо. Я, опять же, я считаю, что каждый человек имеет право выбирать и ни в коем случае переубеждать никого не буду. Ни в том или не в том. Я сама не ела мясо год. У меня был такой эксперимент. Мне стало хуже. То есть у меня ухудшились анализы, несмотря на то, что там я замещала всем, чем могла, и растительным белком в том числе. Вот, поэтому я вернулась. Вы едите мясо? Я, если я не буду есть мясо, я просто съем всех окружающих, поэтому я тут как раз нормальный человек. Но я вам сразу хочу сказать, что на самом деле, действительно, если там лет 30 назад я был не просто противником, я был, ну, как врач, страшным противником вообще для меня дети и вегетарианство. Ну, это, да, это как, я даже не знаю, с чем это сравнить, понимаете? Ну, как сексуальное насилие над детьми. Вот реально для меня это просто было. Сейчас, в 21 веке, ситуация изменилась. Не потому, что толерантность пришла, нет. Потому что появилась целая наука под названием медицинское обеспечение вегетарианства. То есть мы, врач, нормальный эксперт по этим вопросам, может обеспечить вегетарианство, но при этом он четко знает, что он должен контролировать. Он должен контролировать белок, железо, витамины, что дать человеку в свое время, какие показатели проверить, ну, и так далее. Ну, просто я вижу, что рядом с женщиной или с девочкой, которая вегетарианка, нет доктора, который знает, что такое ферритин. Ну, то есть показатель, который, может, отражает запасы железа в организме. Ну, вот рядом человека, который знает значение слова ферритин, рядом с этой девочкой нет, но она сидит, она вегетарианка, понимаете. То есть тогда наша задача, вы хотите и вы считаете, для вас это как религия уже, да, что вот надо быть вегетарианцем, значит, нам что надо? Иметь экспертов по этим вопросам. Опять-таки, я знаю, что в куче стран, и вы, наверное, это как человек, который много участвовал, подтвердите, есть магазины для вегетарианцев, правильно? Да. У нас же мы к этому не пришли. Хотя у нас вегетарианок все больше и больше, обе их полов, но тем не менее факт остается фактом. Вот такая ситуация. Ну, тогда, получается, нам нужно сказать, что если ваш ребенок отказывается от определенных продуктов, это зона ответственности родителя убедиться, что он обязан обеспечить их другим источником белка, который... Железо, витамина B12, фолиевая кислота и так далее. Это все, это то, чему я учу молодых врачей и молодых родителей. О том, что педиатр на самом деле, педиатра все воспринимают как человека, который должен лечить ребенку сопли и отвечать на вопросы про сыпь и делать прилипки. Нет. Педиатр это человек, который учит родителей, как с ребенком жить полноценно, не рискуя при этом здоровью. То есть нормальный педиатр должен знать, что такое путешествие и как обеспечить медицинские, да, как выбрать детское автомобильное кресло, как в доме организовать систему безопасности, что такое климатическая техника. И вот это все он должен знать, если педиатр сталкивается с ситуацией. Если вы, у вас есть организация, какой-то лагерь, да, и вы приглашаете туда врача, и там есть врач, то это не просто должен быть врач, а врач, который в этом теме, ну он должен быть профи, он должен четко знать, потому что по медицинское обеспечение вегетарианства написано огромное количество руководств, учебников, рекомендаций и так далее. Мы хотим обеспечить это? Значит, каждая девочка, которая упорно, я не считаю, что это правильно на самом деле, и я не вижу ни для одного ребенка никакого риска в том, что этот ребенок получит свежую, качественную морскую рыбу, допустим, раз, или этот ребенок получит там куриное филе с чем угодно, неважно даже, я просто не представляю, что здесь плохого. Если фактически яйцо там, куриное, перепелиное, это идеальнейший концентрат прекрасных жиров, прекрасного белка, которое легко усваивается, почему надо вот упираться головой в стенку, говорит, нет, это я не буду, это животное происхождение и так далее. Кто тебе может помешать, если ты будешь есть там нежирный йогурт? Что тебе от этого будет плохо на твоей фигуре? Как это вообще может повлиять? Это может повлиять плохо, плохо вообще может повлиять только ограничение двигательной активности и избыток быстрых углеводов. Дети, вы это понимаете? Не понимаете, я вам переведу на русский язык, и вы переводите. Но если уж втемяшили себе в голову, все, для меня это табу, я это не буду ни при каких обстоятельствах, значит, что? Значит, тогда ты идешь к нам после того, как А, анализ крови, белок, железо, ферритин, фолиевая кислота, уровень витамина Д, вот вы все это дайте мне, тогда я буду тебя учить. Значит, ты должен сказать, наша задача не просто сделать тебя моделью. Наша задача сделать тебя моделью и чтобы ты осталась здоровой. Здоровой, чтобы ты была в этой профессии счастлива. Этот человек не может быть счастлив, если у него непорядки с организмом. В этом плане люди часто очень не понимают, почему я как педиатр всегда говорю, что я против спорта. Спорт. Профессионального. А дело в том, что спорт, с точки зрения русского языка, понятие спорт, это соревнование. То есть, когда цель победить, это спорт. Когда цель оздоровиться, это там физическая культура, это комплексы упражнений. Вот если у меня спорта, вы за какой спорт? Я не за спорт вообще. Я за то, чтобы люди для удовольствия бегали, прыгали, играли в игры и так далее, побеждала, чтобы дружба. Понимаете? Точно так же модельный бизнес, это ведь спорт. Это спорт. Надо победить огромное количество людей, которые претендуют на это место. Это спорт. И крайне редко людям везет в профессиональном спорте настолько, что рядом с тобой оказывается тренер и врач, которые понимают, как это важно, да, сохранить тебе здоровье на долгие годы, и только так мы все будем счастливы, да. Поэтому очень часто и в любом профессиональном спорте ради победы сейчас мы отдаем последнее здоровье, да, и потом все. Вот в модельном бизнесном ситуации, по-моему, абсолютно аналогично. Поэтому собрать девчонок и рассказать им, как стать привлекательной, сам уверенной в себе, да, харизматичной, но при этом внушить самое главное, что я как врач понимаю, что абсолютное мерило счастье, без чего, откуда начинает отпрыгивать все, это здоровье. Если ты, это знаете, примерно как женщина, вот после родов, у нее есть главная проблема. Я об этом тоже очень часто рассказываю. После родов женщине хочется спать. Вот, да, правда? Да. Вот вы как молодая мать, это прекрасно понимаете. И я, например, знаю следующее, я не могу ни о чем говорить с мамой молодой, она невменяемая, она не слышит, что я ей как врач говорю, она не хочет мужа, она вообще ничего не хочет, она хочет выспаться. И поэтому для того, чтобы я решил ее проблем, мне прежде всего, я не пущу ее к себе в кабинет без мужа. Пока я не выпишу тренделей папе, пока я не построю бабушек и дедушек, пока я не заставлю ее выспаться, я не буду ей ничего рассказывать. Вот точно так же есть некая базовая ценность, вот эта девочка-модель, которой снится еда или уже обратная ситуация, она ее ветром шатает, и вот здесь она уже, вы пытаетесь ей что-то говорить, она вас не слышит, она невменяшка. Ее надо сначала привести ее обмен веществ в норму, а потом, может быть, она тебя услышит. Ну вот, наверное, а они же начитаются Инстаграма с кучей экспертов. Да, да, да. Какие, кстати, для вас, вот с чем они к вам приходят, что вас бесят как модель больше всего? Какие ложные стереотипы они приходят, когда ты с собой нахватаешься? Наверное, для меня вот сейчас то, что меня больше всего напрягает, это им кажется, что тренд любви к себе, он зашел в какое-то не совсем здоровое русло. Да, я понимаю, что самоценность это прекрасно, но им почему-то кажется, что их должны любить все носить на руках без того, что они будут прикладывать к этому усилия. Неужели это есть, да? И это очень большая проблема, да. И это начинается все со спорта, не спорта, простите, зожа, да, то есть потому что, опять же, мы там делаем всякие интересные штуки, там и пилатес, и здоровый очень, йога, пилатес, здоровые, зарядки, разминки и так далее. И девочки считают, что им это не нужно. Вообще вот у юного поколения отношение к физкультуре скорее негативное, мы тоже пытаемся как-то это изменить. Они привыкают сидеть, мне кажется, они сидят в соцсетях, они оттуда получают все допаминовая ловушка, они листают эту ленту и просто вырваться оттуда и пообщаться с другими людьми вот так вот на свежем воздухе. Я даже больше скажу, это прям просто, ну вот, лагерь это такая форма, куда приезжают люди абсолютно незнакомые, и им нужно построить взаимоотношения. Сколько людей социопатичны, и как многим тяжело дается элементарное общение с новым человеком, с глазу на глаз, даже в таком юном возрасте. Меня это честно пугает. Ну, видите, вы сейчас просто иллюстрируете то, о чем я все время говорю, о том, что человечество, мне кажется, с реагированием на проблемы педагогики, на социальные сети и все остальное, опаздывает лет на 10-12, мне так кажется. На самом деле, мы же видим, ну, совершенно катастрофическую, ну, огромную проблему. Ну, то есть, я, вот я вам приведу пример, на самом деле, вот я буквально вчера, мы были на даче, там, моей, с внуками, и вот мы возвращаемся домой, и четырехлетний внук, которому достался телефон от мамы на временное пользование, мамы на старый телефон на временное пользование, он во время пути домой просит папу срочно раздать ему вай-фай, потому что ему в игру надо обновление срочно скачать. То есть, понимаете, вот это, когда четырехлетний ребенок просит раздать вай-фай, потому что ему надо срочно обновить игру. Это маркер уже. Да, это же, ну, если бы 10 лет назад такое нам сказали, мы бы смеялись, мы бы сказали, это невозможно. Что такое раздай вай-фай, вы чего, вы откуда вообще все, и так далее, и так далее. То есть, то, что дети большинство информации получают не от родителей, а от социальных сетей, раз. То, что дети перестают учиться двигаться, я не про сцену, они не могут нормально пробежаться по лестнице, и так далее, и так далее. То есть, мы это все время с этим сталкиваемся, и получается следующее. Вы говорите, там, у них там, в телефоне есть дофаминовая ловушка, им там классно, да, они там на равных, они там со всеми, он может сказать гадость человеку, который сильнее, здоровее, ему за это ничего не будет. А в реальной жизни попробуй такое, да. Но, ведь просто получается, что для того, чтобы создать нечто более интересное, чем телефон, нам, взрослых, обществу, стране, надо же пахать и пахать. Надо создавать и вкладывать деньги в школы, в детские лагеря, в конный спорт, в хоккей, футбол. Да, потому что понятно же, что ребенок все равно, за холь это ему интересно, тут им скинут и работает, но это для взрослых очень затратно и дорого. Посмотрите информационную политику, там же дети, школы, ваши детские лагеря, это же отсутствует по определению. В принципе, эта тема вообще к государству не имеет никакого отношения. Мы говорим о чем угодно, о чем угодно. То есть, условно говоря, если в нашей стране проходит там день журналиста, допустим, да, то на день журналиста президент собирает у себя там журналистов на шашлыки. А я хочу познать, а на день медика или на день учителя, он соберет у себя учителей на шашлыки? Не соберет, потому что не так интересно, да. А это в сто раз важнее всех журналистов вместе взять. Что делать с поощрением сладким? Это абсолютно нездоровая история. Я понимаю, что во мне это тоже есть. То есть, я пытаюсь моловано что-то говорить, говорю, ладно, давай мы это сделаем, потом мы зайдем, и я куплю тебе десертик. У нас неделя без сладкого, они реально зависимы. Дети не могут неделю продержаться без сладкого. А вы пытаетесь эту проблему решить? Сахар, на самом деле сахар, это же наркотик. Это реально наркотик, и на самом деле это самый продаваемый, самый наркотик, на котором зарабатывается больше всего денег. Никакие героины, кокаины, вообще все это не попадает по сравнению с сахаром. Это первое. Реальная зависимость? Однозначно да. Сахар, который принципиально меняет обмен веществ. Ну принципиально, потому что вы получаете источник легко усваиваемой, мгновенно усваиваемой энергии. Если бы ее тут же не потратили, организму надо куда-то это девать. Вообще рафинированные продукты, это в природе практически отсутствует. То есть концентрированные. Мы биологически к этому совершенно не готовы. Но это правда вкусно. Я сам страшный сладкоежка. Для меня без сахара жизнь очень сложна. Мне надо без него жить, потому что все-таки мои годы, и если я ем сладкое, сразу вот такая морда, и она уже перестает влазить в телевизор, поэтому приходится себя в этом отказывать. Но факт остается фактом, я действительно, вот реально, а как это можно не любить? Ну это реально вкусно, ну ребята, ну реально хочется, но просто... Признание нет. Ну реально что-то хочется. И более того, когда я говорю вам, на самом деле, что надо... Вы хотите есть сладкое? Хорошо. Но для этого есть определенные условия. Просто мы четко должны понимать. Организм легко воспринят сахар, если после сахара будет физическая нагрузка. Поэтому давайте... Подождите, стоп. Давайте. А неужели нет нагрузки, чтобы выработался инсулин? Это же все равно большие дозы сладкого. Но одно дело ожирение, ну как бы, что оно где-то отложится. Да. А другое дело, что организму все равно нужно напрячься, чтобы это все расщепить. Смотрите, есть огромное-преогромное заблуждение, что там все вот эти инсулины и диабеты связаны с употреблением сахара. Это страшное заблуждение. Да. Я вам сейчас расскажу. Первое. Во-первых, за словом диабет, одним словом диабет, кроется две совершенно разных болезни. За одним вот классический ваш сахарный диабет и сахарный диабет первого типа. Вот тот, которым заболевают в раннем детстве, как правило. Это вариант диабета первого типа, при котором идет именно гибель клеток в поджелудочной железе, которые производят инсулины. Это, скорее всего, какой-то аутоиммунный процесс. Или он происходит под действием определенных вирусных инфекций. Тут есть какая-то генетическая предрасположенность к этому. Но мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац, и диабетическая комната, с которой он попал в больницу. Не знаем. Но сахара здесь ни при чем. Вообще, есть второй вариант диабета. Сахарный диабет второго типа. Это диабет, связанный с ожирением. Когда постоянно, в течение... Вот это, согласны, что это абсолютно разное? Да, да, да. Конечно, если у тебя будет лишний вес, если ты много лет жрешь, много сладостей, не занимаешься спортом, естественно, у тебя будет ожирение и нарушение обмена веществ, одним из проявлений которых будет сахарный диабет второго типа. Вне всякого сомнения. Так вот, от того, что человек нормальный съел вот такой кусок Наполеона, у него может подрасти попа, но сахарного диабета у него не будет. Но если после вот этого вот куска Наполеона он возьмет рюкзак и пойдет на гору, то ничего страшного я не вижу в этом принципиально. Ну только, ну поэтому, если я бы организовал какой-то там лагерь для детей, и у меня бы в этом лагере, условно говоря, я его создал, допустим, где-нибудь в Карпатах, я создал лагерь, и я планирую на 20-е число восхождение на Гаверу, то мы подъехали к вершине, достали наши сумочки, чайок с Наполеончиком и поперли наверх. И все счастливы, понимаете, да? И кто хочет еще Наполеона? Вы, значит, завтра идем на гору Поп-Иван, понятно все? И так далее. То есть мы бы вот эту программу бы и сформировали. То есть если мы планируем активные, именно вот активные до изнеможения, до вот физические нагрузки, то тут я могу вам предложить, пожалуйста, на здоровье, не вопрос. Поговорим про осанку. Я могу рассказать своего личного опыта, что я долгое время очень сутулилась, и я понимаю сейчас уже с высоты своих лет, что это была чисто психологическая проблема, потому что неуверенность в себе, плюс моя мама всегда расправся, ты горбатая, не сутулься, и от этого еще хочется больше спрятаться. Помимо того, что там, да, мы можем работать с детьми, можем работать с родителями, как вы правильно говорите, расправляться, говорить себе о том, что с ровной спиной совершенно другие ощущения, и даже другие мысли тебе приходят в голову, когда у тебя расправлена спина, и ты себя чувствуешь комфортно и уверенно. Есть, да, мы делаем какие-то упражнения, мы стараемся ходить ровненько, но что делать вот именно с психологической составляющей, когда подростки настолько, вот они вылупились из своего, из мира соцсетей и класса школы, да, где они привыкли находиться, и им некомфортно. Ну как можно с ровной осадкой смотреть телефон, ну как, ну что вы такие глупости не придумаете, да? Ал, понимаете, тут в чем вся, самая главная проблема? Я когда-то рассказывал, прямо вот у меня интервью брали, оно, кстати, есть у меня даже на ресурсах, по поводу детского курения. Вот какие вот аргументы там врач может придумать, чтобы дети там не курили. И когда ты рассказываешь подростку о том, что там с курением, ты будешь здоровым до 40, а без курения там до 60. Его это устраивает, да? Абсолютно. Потому что когда тебе 14, 40 это глубокий старик, а 60 вообще столько не живут. Понимаете? Все. Исходя из этого, тот аргумент, который напрашивается по поводу осанки, я говорю, давайте я вам покажу кучу сгорбленных, несчастных людей, которые тащат за собой там ноги, которые переходят перекошенные. Посмотрите, рано или поздно наш позвоночник, он вообще сам по себе не стоит. Он сам по себе никудышник. Без мышц, да. Да, он должен держаться. Вот посмотрите, вот Эйфелева башни. Видите, вот у нее, она, вот все вот это вот, это все как мышцы, они держат вот этот столб. Понимаете? Любой столб что-то должно держать. Если стоит столб, который ничего не держит, значит у него огромный фундамент. Но в любом случае его кто-то держит. Кто держит ваш позвоночник? Ответ. Мышцы, связки. Для того, чтобы мышцы и связки, что работали и держали ваш позвоночник, вам надо упражнять эти мышцы. А даже не важно, даже упражнения. Понятно, что если ты годами не нагружаешь эти мышцы, а потом у тебя появился какой-то лагерь спортивный на две недели, то тут лучше действовать определенные комплексы, которые будут на это работать. И это правильно. Но намного более правильно, в принципе, да, эти мышцы нагружать хотя бы 2-3 раза в неделю. И тогда, говорю я, вы можете иметь шансы лет до 60 иметь здоровую спинку. О, что нам ваше 60? Дайте нам до 25 дожить красивым, понимаете, и так далее, и так далее. И поэтому мне найти тут аргументы очень сложно. Беда-то, понимаете, в чем, Алла? В том, что для подростка очень важен инстинкт стаи. Ну вот то, что... То есть это вот есть два периода в жизни ребенка, очень важные. Это вашему малышу сколько? Пять. Пять, да. Вот первые там 2-3 года, первые 2-3 года, почему так важны? Важны не слова. Важно то, зачем ребенок наблюдает. Потому что ребенок копирует поведение взрослых. И мы на это все время обращаем внимание, да. Это, значит, ключевые моменты. Почему я так всегда говорю, как нашим детям чудовищно не хватает пап. То есть у нас образец для поведения только мама. А мама со своими психами, истериками, там вот этим женским поведением. А потом мы говорим, что мужики перевелись, потому что они образцы поведения берут от мам. А папы где-то деньги зарабатывают и считают, пусть он вырастет. Тогда я буду с ним разговаривать и так далее. То есть вот это вот именно быть образцом первые 3 года, это безумно важно. 5 тоже важно, но это вот, это он в общем дошкольный период. Это именно ребенок смотрит на тех, кто рядом и копирует. Это первое. Именно поэтому, что, кстати, второй ребенок всегда раньше начинает говорить. Раньше ходит на горшок. Раньше все. Почему? Потому что у него есть все время рядом старший, с которым он общается. Потому что родителям это очень удобно. Так вот, второй период важнейший. Это подростковый возраст. Когда очень важно быть, сейчас это подчеркиваю, равноправным членом стаи. То есть тебе надо самому понимать, что ты в стае, и ты не хуже других. Вот не хуже. Да, хочется быть лучше, хочется всех обогнать. Это инстинкт к этому подстегивает. Но главное быть не хуже. И главное, еще раз говорю, быть членом стаи. Жить по правилам этой стаи. И вот тут возникает следующее. Задача, как бы мне кажется, умелого государства так создать систему педагогики, где акцент будет не на синусы-косинусы и столицу Мадагаскара, а акцент будет на том, чтобы взрослые, находящиеся рядом с детьми, создавали модель поведения стаи, которая была бы образцом. Понимаете? О том, чтобы все девчонки хотели быть, там, влюбились в вожатого, как раньше там было. То есть вот есть взрослые, которые являются образцом. И его хочется копировать. И хочется поэтому создавать модель. Мы вообще оспустили. Взрослые признали. Вот сейчас реально эта проблема не только нашей страны. Взрослые сейчас, в 21 веке, глобально признались в том, что то, что интересует детей в 14 лет, им вообще не подвластно. Ну, я в ваших тиктоках ничего не понимаю. Идите от меня все. Понимаете, до чего мы дошли? Мы же создали модель общества, при котором люди, которые должны быть образцом, то есть люди, которые должны вести за собой, на самом деле понятия не имеют, что там в детском сообществе возникает. Это же ужасно, на самом деле. И на самом деле для того, чтобы это решить, государственные институты должны этим заниматься. В это надо вкладывать сейчас миллионы денег. Мы вообще понятия не имеем, чем все это закончится. Для страны. Потому что люди вырастают в других совершенно ценностях, которые моему поколению, а не вашему поколению уже непонятны. Моему так тем более непонятны. Как можно рисковать жизнью, жизнью, для того, чтобы снять красивый кадр. Поэтому мне тут очень сложно что-то реальное подсказать. Мне только хочется, чтобы мы все признали, что на самом деле будущее детей, это будущее нас, государства, страны. Это смысл наш. И мы должны в это вкладывать очень большие, очень серьезные деньги. Это надо изучать, это надо исследовать. Нельзя вставлять детей один на один в своей тусовке подростковой. Взрослые должны все равно задавать тренды. Понимаете? Взрослые, умные взрослые. Причем дети должны догадываться, что эти тренды взрослыми созданы. Да, должно быть очень ювелирненько. Ну вот и поэтому здесь мне очень сложно сказать, потому что я же не занимаюсь этим. Мне бы, дай бог, с мамами и папами разобраться, как их, они и так мало детьми занимаются, а тут вообще ситуация, они говорят, так я в этом ничего не понимаю, что я буду с этим делать, ну и так далее. Да, я согласна про будущее. У меня тут недавно тоже был такой культурный шок. Мы сидим, мы тоже общаемся с ними. И одна девочка спросила что-то про образование. Я говорю, что вы должны выбирать профессию, где вы хотите учиться, а где вы хотите работать. То есть делать шаг чуть-чуть вперед и понимать, какую вы хотите занимать должность, с кем вы хотите работать, что будет, ну как бы, как будет выглядеть ваш рабочий день. Вот это визуализировать, а не вуз, как у нас, реши, куда ты должна поступить. И потом я спрашиваю, ну вот поднимите руки, кто хочет, например, там стать врачом или педагогом, или там, и я не успеваю закончить эту фразу. И я понимаю, что ноль рук. То есть передо мной сидит 54 человека, 54, и из них никто не хочет идти на профессии, где требуется медицинское серьезное образование и часовой рабочий день, да, там, или образование, там, юридическое, экономическое. Вы понимаете, что мы проиграли, мы уже эту битву проиграли, взрослые, государство. А вот понимаете, вот смотрите, вот просто иногда волосы встают дымом, когда ты пытаешься посмотреть на эту ситуацию со стороны. Вот смотрите, вы взяли 50 детей, взяли не самых несчастных детей, понимаете, у которых есть мамы и папы, которые заработали даже и на, там, на детский отдых, да, они не представлены сами себе. И эти дети ничего не могут решить. У них в голове нет нормальных, понятных вам профессий, допустим, да. И вот я, когда это все слушаю, а я же с этим сталкиваюсь каждый божий день. Вот я лично каждый божий день. И это проблемы не вот такие. Это глобальные, мировые проблемы. И когда после этого я включаю новости, когда я слушаю политиков, я слушаю вот эти национальные институты, которые по нас создавали, понимаете, боже, каким примитив, какой мерзостью они все занимаются на фоне всего этого, понимаете. Эти дети, которые не интересуют по большому счету никого. Деньги, деньги, ложь, воровство, ничего другого просто нет. Опять-таки мы должны учитывать этот факт, вот вдумайтесь, что ведь на самом деле взрослые, к сожалению, когда, понятно, что взрослые очень часто навязывают детей выбор профессии или, по крайней мере, подталкивают их куда-то, агитируют за что-то. Опять-таки дети иногда советуются взрослыми, вот я хотел бы, да? Но вопрос в другом. Взрослые находятся в совершенно дебильной, устаревшей парадизме, что профессия выбирается раз и навсегда на всю жизнь. Ну нету такого в 21 веке. В 21 веке человек за свою жизнь, за свои там предстоящие 70-80, а я надеюсь все-таки 100, потому что медицина к этому должна привести, так вот если бы у каждого подростка впереди еще 80 лет жизни, то он за эти 80 лет должен быть морально готов к тому, что он 4-5 раз сменит профессию принципиально, потому что мир так меняется, что сегодня я буду программистом, а завтра я буду работать оператором кораблей, которые будут там садиться на Луну или доставщик новая почта вот там из Киева на лунную станцию условно. Так хрен знает, что оно будет. Космическая медицина. Много сейчас специалистов по космической медицине. Ну ноль, ну очень мало, по крайней мере. Как мы будем обсуждать состояние, там детородная функция в условиях невесомости. Очень интересная тема. Ну давайте обсуждать. Сейчас это кажется смешным. Через 10 лет выяснится, что тут уже все сожрали, дышать уже нечем, а пора колонизировать Марс. В конце концов. И там вот как-то пока будем лететь туда 3 года, захочется размножаться. Интересно. Да, ну опять же, сейчас мы скатимся в депрессивный разговор, потому что я понимаю, что вот эти все профессии будущего в условиях нашей страны это очень сложная тема. Это говорит о том, что педиатрия и педагогика это только для оптимистов. Да, у меня просто я закончила национально-технический по специальности биомедицинская электроника. У меня красный диплом инженера биомедицинской аппаратуры. И когда мы проходили практику, мы изучаем, допустим, на бумаге рассказы на каком-то очень крутом новом аппарате МРТ, а потом нас привозят в городскую больницу, где стоит нечто, которое старше меня. И она говорит, а вот сейчас мы будем проходить практику. И ты думаешь, ну, да. Вот, это очень грустно, потому что даже те дети, которые могли бы, наверное, и задумались бы о том, о чем вы говорите, об этих профессиях, у них просто нет сейчас, к сожалению, возможности, платформы для того, чтобы идти вот в эти профессии будущего. Поэтому я вам честно скажу, мы с вами, собственно говоря, и встретились сегодня. Потому что на самом деле крайне редко ко мне обращаются люди, которые хотят поговорить не про сопли и какашки. Понимаете, да? Ну, просто вот я в этом плане всегда иду на встречу, потому что для меня любой политик, которому хочется поговорить о детях, модель, которая хочет поговорить не о дизайнерах и их там направлениях, а именно о детях, это для меня очень важно. Потому что мне почему-то кажется, что это должно быть критерием для людей. Мы все-таки живем с вами в стране, где, надо это все-таки честно признать, при безумном количестве недостатков, мы все-таки выбираем власть. Вот они таки нас боятся, потому что мы таки выбор осуществляем. То есть народ реально выбирает себе власть. Другой вопрос в том, что этим народом манипулируют, дурят его, обманывают во всем практически, понимаете, но приходят к власти. И поэтому для меня моя личная задача попытаться объяснить людям, какие есть критерии нормальности. Нормальности. И нормальности политика в том числе, понимаете. Нормальности бизнеса любого. И понимаете, мне кажется, что любой президент, придя к власти за пару лет, уж точно может что-то сделать, чтобы люди, например, которые создают любой бизнес-проект, связанный с детьми, были освобождены от налог. И тогда, если ты создал ресторан для взрослых, то ты платишь налоги. Но если ты создал ресторан для детей, понятно? Если ты создал отель для бизнес-леди, ты платишь налоги по полной. Но если ты создаешь проект детского лагеря, то ты освобожден от налогов. Если ты создал детский сад, то ты освобожден от налогов. И здесь надо просто, чтобы эта тема, дети и связанные с детьми бизнес, чтобы эти слова, они были в голове у людей, которые принимают решения, которые бы думали не про нефть, газы, где еще на чем можно украсть. Понимаете? Потому что понятно, что когда мне начинают рассказывать о том, что у президента там есть большая стройка, как будто он за мои налоги это строит. Слышишь? Какое строй? Какие президентские строительства вообще? Я не понимаю. Что бы ни строил президент, он нифига строить не может. Может взять мои деньги и их освоить. То есть не украсть и освоить, но это я строю. Это мои деньги, твои деньги, наши деньги. Понимаете? А вот когда президент поможет, или правительство, или кто угодно, врачи начнут говорить хотя бы о детях. Они же, они только по празднику. Вот здесь день защиты детей, когда хочется плакать. Понимаете? День медика, когда хочется плакать. Понимаете? И так далее. И все это, любые темы, связанные с детьми, хочется плакать. Поэтому на самом деле, мы с тобой сейчас пытаемся, я уже, создавать тренды. О том, чтобы это было круто. Чтобы, например, я вот вижу для себя огромная проблема, вот огромная проблема, это папа возле ребенка. Это страшная проблема. То есть у нас социальная безотцовщина. По большому счету дети, это бабье дело, мужики возле детей, практически. И поэтому, мне кажется, если государство, стыд тренды. Если мы, например, видим политика с детьми, понимаете? Политика, который с коляской совершает пробежку утром, понимаете? и так далее, который, ну вот, который рядом, который принимает околодетские решения, который ходит на родительские собрания, который поет колыбельные своим детям, который понимает, что такое детская кухня, который понимает, как что такое совместные роды. О том, что совместные роды это финал совместной беременности. А у них, они присутствуют на зачатии, а потом на родах. И то не всегда. И так далее. Ну вот, и поэтому спасибо, что мы эту тему в принципе рассматриваем. Понимаете? Я считаю, что вы занимаетесь социальным бизнесом, поэтому учить девчонок, давать им ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо, и пытаться объяснять им, что модельный бизнес может сделать тебя богатой и знаменитой, но самое главное, что тех, кого он не сделает богатыми и знаменитыми, надо оставить в виде счастливых, красивых, самоуверенных и так далее. Он этому тоже может научить, поэтому я не за модельный спорт, я за модельную физкультуру, делайте правильные выводы. Спасибо, Алла. Спасибо. Класс. Я из этой беседы вынесла то, что нужно чаще задавать вопросы. Вы очень правильно говорите про то, что нужно не просто сажать их и рассказывать, что вот белки, жиры, углеводы, если ты там не съешь достаточно белка, у тебя не расщепляется жир, надо им, конкретно им задавать вопросы. Вот расскажи, пожалуйста, если ты не ешь мясо, откуда ты получаешь там железо, это и это, чтобы они не просто думали, что им это навязывают, а чтобы они задумывались, действительно, откуда они берут. Они делают что-то, потому что так делает другой. Да. Все. Все. Вот это, вы должны это четко понять, это модель копирования. Или копирование поведения взрослых, или копирование модели стаи. Поэтому, но при этом копируя, они не хотят в этом признаваться. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему ты не ешь мясо, честный ответ, я не ем мясо потому, что моя подруга не ест мясо, и в инстаграме вот эта, которая мне очень нравится, тоже не ест мясо. Понятно? Все. Да. Но этот вопрос, ну так они не скажут. Он неосознан. Ну да. Она это осознает в глубине души, но она это не признается. Так вот, когда вы спрашиваете, почему ты не ешь мясо, ты должна найти аргументы. Давай вместе поищем аргументы, почему. И то же самое касается, и почему ты заедаешь стресс, и почему ты не занимаешься спортом, и так далее, и так далее. Все. Можно записать как по скрипту. Да. Делайте правильные выводы. Спасибо. Спасибо.